Эроина! У-у-у! Эроина! У-у! Эроина! Яркие светящиеся узоры, кольца и восьмерки бесконечности. Быть первым в программе волнительно и ответственно. Но Рустам Лущин не растерялся. Его выступление в направлении оригинальный жанр открыло городской отборочный тур фестиваля. Здесь в течение нескольких лет студенческая весна не проводилась. Были различные другие фестивали, которые, в принципе, раскрывали молодежное творчество. Это и молод всегда, который проводился для студенческой молодежи. Но именно возвращение к названию «Студенческая весна» он наиболее приветствуется, потому что все знают, это зарекомендованный бренд, и все знают, что «Студенческая весна» это хороший повод для того, чтобы проявить свое умение. Традиционный смотр талантов молод всегда косвенно напоминает о себе красочным баннером. Пальму первенства главного молодежного конкурса вернул себе фестиваль «Студенческая весна-2017». Для участия в городском отборочном этапе поступило 39 заявок как уже от знакомых зрителю-исполнителей, так и от новичков. На сцене озорные девчата из популярного ансамбля «Армавир». В 2013 году это был единственный кубанский коллектив, который отстаивал честь региона на Всероссийском фестивале. Судьи оценивают все – артистизм, исполнители, режиссуру и драматургию номера, художественное оформление и выбор музыки. Заявилось большое количество участников, каждый из них имеет шансы большие на победу. Ребята уже достигли определенных высот в творчестве. И вот возрождение «Студенческой весны» – это новое веяние. И думаю, что каждый участник сегодня хочет максимум отдать своих возможностей, показать свои возможности, чтобы жюри достойно оценило и пройти в следующий этап конкурса. В армавирских вузах и СУЗах немало талантов, поэтому подали заявление для участия во всех творческих направлениях фестиваля. Это музыка, хореография, театр, оригинальный жанр и журналистика. Ребята активно поддержали и новое направление – чирлидинг-шоу. Что оценивать судьям – акробатику, хореографию или спортивную подготовку – мы решили узнать у команды АГПУ. Чирлидинг изначально, да, зарождался как спорт болельщиков, чтобы поддерживать футбольные команды, баскетбольные. Но сейчас чирлидинг – еще это и спорт. И совсем недавно он был включен в Олимпиаду, в Олимпийские игры. Поэтому вполне это как серьезный спорт считается, не только как просто группа поддержки. У жюри непростая работа. Каждая номинация включает в себя несколько направлений и выбрать лучшего среди всей радуги талантов непросто. Из 39 участников следующий тур прошли 19. Тем, кто пропустил это яркое шоу, расстраиваться не стоит. Зональный этап, на который соберутся лучшие исполнители юго-восточной зоны края, пройдет 6 апреля в Армавире на сцене городского дворца культуры. Лариса Юровская, Артур Кыржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова